Важнее за все память и увага. Сегодня первый наместник старшины Гомельского облаканка Магина Целовей разом со старшиной областного комитета по праце, занятости и социальной обороне Пятром Шуцко завитали у гостя до ветеранов Великой Айчинной войны. Повиншовали с надыходящим святом и погутарили про минулое, про мирное 75 годов и будущее. Теплый прием отчула на себе и наша здымочная бригада. Михаилу Рычкову 95. Войну он сустрел уродной вёсце на Вологодчине. Памятая, как развозил повестки односельчанам, крыху позднее вертался у тыждамы с похоронками. В 1942 году его призвали на службу. Удильничал у разгрома фашистских войсков и контрнаступления червоной армии под Курском. Возволял украинский город Глухов. Прима удел в военных операциях на берегах Десны и Днепра. На Воронежском фронте был ранен. В обе ноги и в левую руку ранен был. Четыре месяца меня в госпитале, операцию сделали. Четыре месяца я полежал в госпитале. Меня направляют в Липецк. Взяли в этот учебный полк. Знаете, и всё. Вся война закончилась у меня тут. Гастя Михаил Дмитриевич завсюди рады. Спадякай за увагу вядзі размову. Тем насамреч шмат, однако ліні пробылое, тады обовязкова про сямью. Внуков, правнуков і праправнуков. Гэта, конечно, будучыня. Посещая ветеранов, мы беседа с ними, видим, какие они проблемами сьогодні живут. Они живут теми проблемами, которые и мы. И они нацеливают нас на то, чтобы мы не забывали историю. Историю никому в Беларуси не дано переписать. История для нас – это основа. Мы ее уважаем и чтим. У Саковику Иван Кондруси означил 100-годовый юбилей. С початком войны он служил медицинским инструктором у полевым шпиталі. У 44-м отримал ранене. После лечения улився у партизанский рух и змагался за вызволение Беларуси. У студене 45-го вынес с поля бою 21 полчан. У мирный час 50 годов працавал фельдшером. Житчевый шлях должен нею 100 годзе. Заслуживая поваги, пашаны и низкого поклону. Евгения Кухаронак, Василия Сипцов, телерадо и компания «Гомель».